В мэрии накануне вечером вновь сводили дебет с кредитом в городском масштабе. На этот раз свое мнение о бюджете на будущий год высказали новгородцы. Общественные слушания главного финансового документа прошли по обкатанному годами сценарию. Городские активисты проект раскритиковали. Максим Широковских подробнее. Как только этот проект бюджета на ближайшие три года не называли. И Тришкиным кафтаном, и бюджетом выживания. Но на прошлой неделе первое чтение в Думе Великого Новгорода он прошел. И вновь мэрия, вопреки логике, представила документ новгородцам уже после его принятия парламентариями. Традиционно вначале основные параметры. Бюджет сформирован с дефицитом около 200 миллионов рублей. Общий объем расходов составит более 4,5 миллиардов рублей. Все меры соцподдержки сохранены. После в сторону чиновников и депутатов посыпались вопросы. Один из главных, как при новом бюджете не увеличить размер долга, а гасить его. Последующие годы, планового периода, 19-20-й, принимать без дефицита. А все дополнительные доходы, которые будут поступать, мы должны как раз направлять на снижение долговой нагрузки. При возможностях тех, которые будут складываться в текущей ситуации. Некоторые собравшихся придерживались мнения, что финансовые проблемы города вызваны и нынешними межбюджетными отношениями. У нас сегодня новостная лента началась с того, что администрация города берет очередной кредит. Это ненормально. Я прошу депутатов Думы Великого Новгорода наконец-таки принять политическое решение, если для вас это тяжело, хотя по сути оно все-таки экономическое, и воспользоваться правом субъекта внесения законодательной инициативы в Думу Новгородской области о пересмотре межбюджетных отношений. Кроме того, не соглашаясь с представленным вариантом бюджета, выступающие обращали внимание на проблемы города в сферах ЖКХ и благоустройства, транспорта, культуры и образования. Звучали и предложения сократить расходы на содержание городской думы, а депутатам работать на безвозмездной основе. Прислушаются ли к этим предложениям составители документа и народные избранники, которым вновь предстоит рассмотреть документ, станет ясно на втором чтении. Максим Широковских, Илья Круглов, Новости, Новгородское областное телевидение.